Вы когда вернётесь, я не знаю скоро, Только возвращаетесь хоть когда-нибудь. Послушайте, зачем вы прячетесь? И что вам здесь надо? Актриса Марина Ковалёва снялась всего в десятки картин, но запомнилась зрителям своей естественностью и органичностью. Её образы всегда тонко соответствовали поэтике фильмов, в которых она принимала участие. Эти картины были неотделимы от мира бодрых маршей 30-х годов, воплощали надежду на победу в 40-е и несли свет послевоенных 50-х годов. Марина Ковалёва родилась в 1923 году. Мама была известной певицей, исполнительницей народных песен, объехавшей полмира с хором Пятницкого и собственной сольной программой. Работавший архитектором отец в свободное время рисовал. Дочь долгие годы хранила коллекцию его акварельных рисунков. Когда Марине было 13 лет, отец оставил семью. И боясь репрессий, затронувших многих знакомых в его окружении, Франц Феликсович уехал в казахстанскую глубинку. Сниматься в кино девочка начала в 15 лет. В московских школах искали исполнитель из главных ролей для фильма «Семиклассники», над которым работал режиссёр Яков Протазанов. В результате Марину отыскали в фотокружке столичного дома пионеров, а её подругу Лялю Шагалову, позже ставшую известной киноактрисой, на кадрах «Кинокроники». После удачного исполнения роли Тани Русановой, данные юной артистки внесли в картотеку «Союз Дедфильма». Спустя два года её утвердили на роль в фильме про кумира советских пионеров Тимура и его команду. Ну, мне пора. Вы меня проводите до вокзала? Оля, мы все пойдём его провожать. Посмотри! Молодец! Ну, провожать? Так провожать с музыкой! В 1940 году последовало новое предложение, которое отличалось от прежних – сыграть сказочную красавицу Зарю в фильме «Конёк-горбунок». Ради того, чтобы Марина могла сниматься, не прерывая учёбу в школе, семья переехала в Ялту, где проходили съёмки. Девушка училась в выпускном классе, работала на съёмочной площадке, поражая всю киногруппу энергией и трудоспособностью, принимая участие в работе школьного драм-кружка. 20 июня 1941 года ей вручили аттестат об окончании средней школы, но в дальнейшие жизненные планы вмешалась Великая Отечественная война. Киноиндустрия перестраивалась. На первый план выходили идеологические моменты. Ковалёву вызвали для съёмок в продолжении истории про Тимура. «Я свернёшь шею!» «Играешь?» «Играю». «Пам, а ты к нам надолго!» «Надолго!» «Ой, как ты к нам даже не встречала!» «Последняя!» «Последняя!» Картина прошла практически незамеченной зрителями и критикой. Она снималась в непростых условиях и вышла значительно бледнее первой части. В эвакуации Марина бралась за любую работу, была помощником режиссёра, костюмером, снималась в киносборниках и помогала в Сталинобадском госпитале. В 1943 году актриса выехала в столицу, где устроилась на работу в Арбузовскую студию и начала выезжать на передовую со спектаклем «Парень из нашего города». В 1944 году Ковалёва примерила на себя две новые роли, но уже в жизни она стала матерью маленького Алёши и студенткой школы-студии «МХАТ», где попала под крыло Павла Масальского. По завершении учёбы выпускницу приняли в молодёжную труппу «МХАТа», в которой она проработала 7 лет. На эти годы пришёлся пик востребованности звёздной славы актрисы. За образ, созданный в киноленте «Падение Берлина», она была удостоена сталинской премии. «Падение Берлина». Только в Москве в первые же дни его просмотрело более миллиона человек. Тепло встречено было выступление артистки Марины Ковалёвой, создавшей образ молодой советской учительницы Наташи Румянцевой. К сожалению, в середине 50-х годов интерес режиссёров к обаятельной актрисе быстро пошёл на спад. Последнее появление Марины на экране произошло в 1959 году, да и то в роли, которая даже не была упомянута в титрах. Личная жизнь актрисы складывалась неровно. Первый брак с режиссёром Леонидом Аграновичем продлился недолго. Родившийся у супругов сын Алексей пошёл по стопам родителей. Закончив МХАТовскую школу-студию, он работал в различных театрах в столице, женился на актрисе и, в конце концов, чувствуя свою профессиональную недовольтворённость, эмигрировал в США. Во втором браке, который тоже распался, у Марины Францевны родились сын и дочь. Младший сын Теймурас осел за рубежом, найдя применение своим техническим знаниям в Германии, а дочь Ольга выбрала педагогическую стезю и живёт с семьёй в Грузии. На пенсии у Ковалёвой открылся ещё один дар – литературный. Она написала книгу о маме, опубликовала свою военную переписку с режиссёром Семёном Тумановым и сочинила большой рассказ о любви Чехова и Авиловой. Актриса Марина Ковалёва ушла из жизни в 2007 году в возрасте 85 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.